Пушкин Дали первые результаты работы комиссии по несанкционированной торговле и новой структуры МПУ МИР в области упорядочения наружной рекламы. Но главный вопрос буквально висел в воздухе до конца отчета. Это долги района по ЖКХ. Чтобы представить себе настоящее положение дел, мы предлагаем вам посмотреть эту короткую дискуссию без купюр. Мы понимаем, что ситуация усугубляется. Усугубляется причем в разы. Мы понимаем, что задолженность по коммунальному платежам до того, как включилась в работу областной ЕРКЦ. Была одна. При начале работы ЕРКЦ процентное отношение увеличилось в разы. Наша сегодняшняя ситуация по отношению к предыдущим периодам, как вы оцените? Я согласен с вами, что работа ЕРКЦ для лига от идеальной. Мы как раз вчера общались с Министерством ЖКХ и в пятницу состоится совещание как раз по проблемным вопросам работы ЕРКЦ именно в Пушкинском районе, в Министерстве ЖКХ. В данном случае мы будем поднимать вопрос работы ЕРКЦ, в том числе в плане собираемости работы прошлого взрыва, с которыми они сегодня практически не работают. Они отчитываются. У нас, кстати, на сегодняшний день, по данным Министерства ЖКХ, лучше ЕРКЦ на спусковой, если что-то вы понимаете. Мы-то это знаем. При всем при этом. Я с вами абсолютно согласен, что они недорабатывают. И особенно недорабатывают в плане сбора долгов. Они с долгами не работают. Совсем, на мой взгляд. И отчитываются исключительно исками, поданными в суд. Вот отправили исков на 100 миллионов в суд, отчитались, стали лучшими и все. А то, что они получили и собрали всего миллион, об этом они скромно умолчали. И вот как раз вот эти вопросы мы сегодня поднимаем на уровне правительства. Вот Андрей Владимирович завтра едет. Я вчера с министром на эту тему общался. Как раз для того, чтобы показать, что не так все на самом деле обстоит радужно. И не на первом месте у нас все-таки должен быть наш РКЦ в плане своей работе. Мы же понимаем, что их работа не только говорит о их работе, но и наши службы, наше муниципальное образование, МУПы, и теплосеть, и водоканал попали уже в крайне сложное положение. И вот это отсутствие платежей, собираемых именно РКЦ, только усугубляет ситуацию. Мы только что услышали, что у нас там задолженность того же водоканала за последние полгода почему-то увеличилась в разы. Не совсем понятно, откуда это взялось, но она там в геометрической прогрессии увеличилась. В геометрической прогрессии. У вас не правильная информация, геометрической прогрессии там нет. Задолженность действительно выросла, но не в разы. И мы проводили анализы, говорили недавно, недели, полторы или две назад, сравнивали как раз периоды аналогичные 14-го, 15-го года и 16-го, три года в раме. Катастрофически снизилась протяжеспособность населения. Люди перестали. Сборы реального паря, но здесь даже не музыку не ехать виноват. Люди перестали платить в реальность. С чем связано, пока не знаю, занимаемся аналитикой этого вопроса. Насколько проводится работа, не столько счета вовремя, не нужно оставлять. Вот сейчас как раз прорабатывая этот вопрос, выясняем, пытаемся понять. Но по сравнению с аналогичными периодами двух предыдущих лет, люди стали платить меньше. Это факт. Поэтому здесь сваливает все только на неразборительственную работу, как вы ездили, так взяли. Нет, нет, нет. Здесь комплекс фартеров, в том числе и кинжи. Администрация, это что делает для того, чтобы выйти из этого очень сложного положения? Мы это видим не только по содержанию мукнов, это мы видим, выходя по содержанию дорог, по содержанию жилищного фонда, по проведению капитального ремонта. По всем направлениям, к сожалению, вот эта кривая, объективно показана картину, она, к сожалению, все время находится в падающем состоянии. А вы знаете, я провел уже работом, когда только пришел. Моей задачей изначально, помимо того, чтобы разобраться в существующих процессах, основной задачей для себя, я ставил остановление падения вот этого поезда, который по вертикально летел вниз. Вы знаете, что все отыгранные контракты падали в кредиток. И когда я пришел, мы остановили играть контракт. Мы сократили, возможно, по тем контрактам, где было возможно, сократили объемы. Какие-то контракты вообще расторгнули. Какие-то контракты сняли вообще с торгов, перестали от игроков. И на сегодняшний день, да, к сожалению, я вынужден констатировать, что остановив скорость падения, само падение мы еще не предотвратили. Это факт. Но к этому привели предыдущие 10-12, а то и 15 лет. Нам для того, чтобы сегодня оттолкнуться и пойти вверх, нужно где-то остановиться на данный этапе. Пока это не получается сделать. И я недаром говорю о том, что для решения системных проблем, системных подходов нужно и время. Мы же не волшебники и не старик-хатар, чтобы волосок выдернуть и чудо сотрать. Я чудес делать не умею. Работать люблю и любею. Кропотливо и благотворно. Поэтому мы, естественно, падение это остановим и повернем это в поезд. Но на это нужно время. После чего провели голосование. Решение признать деятельность главы Кушкинского муниципального района за 15-й год удовлетворительной. Кто за то, кто принять данное решение. Кто за то, кто против, кто воздержался. Успехов вам, Сергей Николаевич. Спасибо большое.